я же говорил что у меня канал какой-то православный я все время попадаю на такие события там он кто-то приехали в каких-то церковных эти одеждах с крестами сейчас посмотрим кто это всем привет это видео из владимира она будет про паломников из нижнего новгорода так что ничего из этого ролика как говорится удивительного не ждите я просто шел снимал весь этот процесс хотя сегодня ехать во владимир не хотел но вот приехал на вокзал и увидел то что там ребята но если так их можно назвать выходит с такими крестами и со знаменем с христианским хотя я его наверняка назвал не так в общем кому интересно смотрите вот они там пока стоят я не знаю сколько мне их придется ждать но мне делать нечего я подожду может я даже сейчас с ними пойду посмотрю что будет по дороге а а а и и и и и и Сейчас спросили людей, они приехали с Нижнего Новгорода в Успенский собор. Я пока иду с ними, посмотрю, что будет дальше. Видите, движение все перекрыто. Сейчас они пройдут и откроют движение по новой. Смотрите, сколько народу приехало. Вот в этих желтых курточках это волонтеры епархии. Только вот не вижу уже какой, по-моему, нижегородской написано. Сейчас слышно. Вон тот сотрудник полиции говорит, что их 515 человек приехало. Сейчас я тоже с ними разговаривал. Они спросили, нас вы рады на свете? Я говорю, конечно, неожиданно так для нашего города. Так что вот так вот. И пойдут они сейчас, похоже, по этой, по той лестнице, которая идет туда. Они повернули туда. Я не знаю, как все 500 человек пройдут. Там мы будем смотреть. Сейчас идем. И вот в этой толпе идет чувак во всем черном. И у него, короче, вот этот волчий крюк на, как сказать, ниже плеча, с левой стороны, нашит на куртке. И там это какая-то ровно. Я такой сейчас, ах, да. Ладно, не буду, при верующих, ругаться матом. В общем, я был такой удивлен. Думаю, ни хрена себе не может быть, чтобы он с ними. Мы думали, мало ли, что тут, какие эти товарищи. Ну, вы поняли, какие не наши, а те. И смотрю, потом он пошел по другой дороге. Значит, случайно мим проходил. По одной стороне, пожалуйста, действий. Ну, видимо, уже большая часть людей ушли в Зуспенский собор. Сейчас вот я шел в самом конце. Сейчас посмотрим, что будет с той стороны. Звучит музыка. Я же поздороваюсь, я. Звучит музыка. Вот я все-таки вернулся. Мы прошли, сейчас я вам покажу прикол. Вот это вот, блин, в натуре. Это прямо болезнь в нашей стране, да. Вон, бутылка из-под кола валяется, да. Но суть-то не в этом. Надо обязательно нарисовать член, блин. Я вспомнил одних чуваков, которые шли в свое время в Ветево к царю и тоже на снегу рисовали члены. Вот о чем у людей, какая хуйня в голове у людей вот творится, это пиздец. Вот как этот дом отделали. Если кто помнит, мы вот здесь записывали. Вон у того здания. Это с Петей тогда. Он рассказывал, кто жил вот в этом доме. А этот дом тогда как раз у нас звук там бензопилы или болгарки, чего там был. Я не знаю. Имеет. Или тут нажимать надо. Да, понятно. Ждите. Все. А то так бы и стояли. Да. Они решили сделать так же. Просто, давай быстрее, там, видишь, скорей. Откуда я знал, что он так работает? Не, я просто смотрю. Не, ну реально. Я как бы давно не нажимал. Помнишь, мы с тобой как-то ждали-ждали? Мы не знали. Не дождались. Мы задолбались. Но тогда было сколько мы? Во сколько мы шли тогда? Ну что-то 7 утра было, да? Наверное. Или раньше. И мы просто с тобой, помнишь, я говорю, ладно, пошли на красный. Ну и кто-то напротив, помнишь, тоже так же стоял, тупо ждал. А оказывается, там кнопочка. Не имеет времени. Ну хотя тут тоже, тут же это, трасса идет. Теперь я буду знать. Так что тут по кнопке только. Вот здесь сейчас асфальт. Здесь был лед. Я знаю человека, который здесь упал. Написал послушно Камешкова. Ой, Камешкова. Послушно Владимир. Насчет того, почему здесь лед. И почему его не отколотили. И администрация города Владимира ответила ему в личку, что работы будут проведены. Они приносят свои извинения за причиненные неудобства. И после этого, через какой-то промежуток времени, ему прислали фотографию, как здесь отколачивают лед. Завтра мы поедем на конструкцию какого-то горя. Это видео будет отдельно. А сейчас мы домой. Всем пока. Такое будет. Да и ладно. Так, друзья. Так как я нахожусь между двумя серегами, имею право загадать желание. Только не в ущерб нам. Не, не. Загадываю желание, чтобы в послании президента в ближайшем была ясность для всех и каждого. До новых встреч, друзья. Люблю, целую. Пацанам тоже спасибо огромное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин